Привет дорогие друзья, коллеги и участники международного конкурса The Olden Time International С вами я Александр Балбус Большим приветом из Чикаго для вас В первую очередь хочу поздравить всех вас с наступающим и у кого-то возможно уже наступившим Новым Годом Хочу пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья Всем вашим родным, близким, людям Счастья, любви, радости, успехов, креатива, гармонии с собой, с окружающим миром Для всех творческих людей, креатива, идей, профессионализма, роста, новых достижений В целом всего оптимистичного, позитивного и радостного Этот год был на самом деле такой испытательный для всех, для нас Мы, наверное, я за свою память, наверное, еще не проживал такого подобного года Но, тем не менее, все живы-здоровы в итоге И будем надеяться, что Новый Год принесет нам новые все-таки позитивные, радостные моменты Эту страницу мы перевернем буквально за несколько часов уже И вступим в новый, не высокостный уже, а все-таки внушающие какие-то надежды Новый 21-й год Еще раз всех поздравляю с Новым Годом И всего только радостного всем желаю Что касается конкурса, фестиваля Хочу немножко сказать свое мнение Во-первых, в целом хочу похвалить, что все участники молодцы В первую очередь за то, что что-то хотя бы делают Учатся, развиваются, стараются, участвуют в конкурсах И получают какие-то результаты Даже любой негативный результат или негативная оценка, если возможно Ну, не просто негативная, не та оценка, которую, возможно, вы ожидаете Она все равно это результат Это стимул для новых Стать лучше, стать профессиональней Получить опыт Любой опыт, это бесценно в нашей жизни Поэтому, в первую очередь, это Хочу еще раз похвалить всех участников Вы молодцы и продолжайте Что касается негативной такой составляющей конкурса Не негативная, а, так можно сказать, критическая Немножко критики будет от меня лично И хочу эту критику разделить на несколько составляющих Во-первых, первая составляющая Это качество, техническое качество Видео и аудио, которые вы присылаете на конкурс Второй момент, это пожелание к преподавателям Вот два момента, которых я хочу поставить акцент В первую очередь, ребята, пожалуйста, преподаватели Обратите внимание на то, как вы записываете видео Сейчас эра технологий, я думаю, что нет проблем вообще узнать Есть и куча онлайн ресурсов, на которых можно отснять качественно видео А видео как бы еще полбеды Вы можете там и на телефон снять видео, что тоже неплохо Но, во-первых, снимайте, старайтесь видео снимать В горизонтальном расположении и на каком-то штативе Не вертикально телефон ставьте, а горизонтально Во-первых, это намного шире формат Оно профессиональнее выглядит и воспринимается В ютюбе, по крайней мере, будет на весь экран Второй момент Звук Очень много среди участников Есть видео с некачественным звуком Либо вообще, можно сказать, ужасным звуком Который невозможно даже адекватно оценить То есть, опять же, обратитесь к каким-то консультантам Специалистам по звуку Кто бы мог вам подсказать, как можно правильно отснять видео И с качественным звуком Это все реально И это просто И это можно сделать практически в домашних условиях Тем более, я вижу, много видео снимается в студиях А в студиях, тем более, есть и микшерные пульты, и микрофоны И все И это можно записать качественнее намного Потому что даже если участник хорошо исполняет песню Двигается хорошо А звук ужасный Иногда бывало, что даже не слышно было минусовки То есть, ну, это очень сложно оценить Это практически нереально, адекватно оценить Поэтому мы можем допускать, даже как жюри Мы можем допускать свои вот такие ошибки в оценивании Ну вот, в принципе, резюмируя техническую составляющую Пожалуйста, обращайте внимание на то Как вы снимаете видео И в каком качестве вы его присылаете Это очень важно Это важно, в первую очередь, для вас Для ваших результатов Второй момент по поводу преподавателей и выбора песен Знаете, вот мне показалось, что процентов 80 работ Можно сказать, такое вкусовое навязывание преподавателей детям Пожалуйста, коллеги, не делайте таких ошибок Достучитесь до своего ученика, до исполнителя Какой стиль ему ближе Какая вокальная тесситура ему лучше Потому что есть такие песни Есть много песен каких-то там С далеких советских времен И это чистая воды навязывание преподавателями Своих каких-то вкусовых качеств Опять же, это нет ничего плохого Но дети, они же слушают уже другую музыку Воспитываются на другой музыке И они иногда могут намного лучше открыться в той музыке Которая им все-таки ближе Поэтому Мое субъективное мнение Пожалуйста, не навязывайте Свои вкусовые музыкальные качества Ученикам Руководитесь только Классическими канонами В преподавании Но в выборе материала, пожалуйста Особенно если в современных каких-то конкурсах Обращайте внимание на выбор материала Он должен быть Ну, во-первых Технически Как бы выбирайте Чтобы правильно Ученик показал себя Ну и По характеру Знаете, много есть такого Что ученик просто поет Потому что ему сказали спеть эту песню Извините за мою За мою прямолинейность Но, как бы, это мое субъективное мнение На завершение Еще раз немножко оптимизма Желаю Еще раз всем В новом году Счастья, радости, любви И для всех Всех-всех участников И моих коллег Креатива Новых классных проектов Новых побед В подобных конкурсах Берегите себя Своих родных Будьте счастливы С Новым годом Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин